Скандал в клинике «Сибирская общественная проверка» там завершилась с приездом в полицию. Вызвали ее сами сотрудники учреждения. Таким образом, они пытались помешать работе съемочной группы. Однако, стражи порядка в отдел полиции забрали самого директора клиники. Все подробности в материале Анны Княжевой. Эту женщину мы встретили, когда пришли в клинику с представителем организации по защите прав потребителей. Любови Александровне 62 года. Ее пенсия – 13 тысяч рублей, а кредит за услуги этой клиники – 5 тысяч в месяц. А у вас сколько получается долг? 135 тысяч. Вас тоже на бесплатную диагностику пригласили? Ну-ка, да, да, да. Потом меня насели. Вот я уже хожу, мужа покоронила. Сама больница, суд, была. И вот хожу, не могу. А сколько вы уже уходите, просите, чтобы вам не строгали ногу? С ноября. Жалобы на клинику Сибирскую стали поступать еще в прошлом году. Десятки пострадавших написали в Роспотребнадзор. Кто-то дошел до полиции. Говорили об одном и том же, мол, пришли на бесплатную диагностику, а ушли с кредитом. Поэтому общественники решили проверить эту клинику. По закону имеют право. Но руководство заведения, похоже, об этих законах не знают. Вы распоряжение получали наше? Да, я получил распоряжение. Наши юристы сказали, что вообще вам можно даже с вами контактировать. Можете не хотеть и не будете контактировать? Ну... К этому моменту в холле заведения собрались уже несколько человек, которые утверждали, что здесь им навязали кредиты. Все они требуют вернуть деньги банку. Кто-то пришел сюда уже не в первый раз. Сейчас в этом месяце у нас в планах всех людей, которые у нас висят по задолженности, рассчитать. Список так-то немаленький. Сейчас до конца месяца со всеми людьми раскидываемся. У нас сейчас более подъем начался. Благодаря вам реклама хорошая, спасибо. И, естественно... Вы понимаете, что мы все это записываем? Да, 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 я знаю. Я прекрасно вижу, что вы записываете рекламу хорошая. Пока мы беседовали с руководством, сотрудники клиники стали тихо покидать свои места. Но им не удалось остаться незамеченными. Вот она меня посадила на кредит 150 тысяч. Администратор клиники вызвала полицию. Но стражи порядка заинтересовали не действия бывших клиентов, а схема, по которой работает сама клиника. Полицейские предложили пострадавшим написать заявление в отделе полиции номер 8. Туда же сопроводили и директора заведения Алексея Бусыгина. Похоже, это не последняя проверка в Сибирской. Общественники тоже нашли нарушение. Согласно правилам предоставления медицинских услуг, обязательно в медицинском учреждении должен размещаться график приема врачей. В данном случае нет такой информации. Нет сведений о типовом договоре. Нет сведений о предварительной стоимости услуг. Вся информация в ближайшее время ляжет на стол сотрудникам Роспотребнадзора и Росздравнадзора. После этого они смогут прийти в клинику Сибирскую. Параллельно силовики проведут свою предварительную проверку. В отделе полиции номер 8 готовы принять заявление о других пострадавших. Анна Княжева, Алексей Красных, Тюменское время.